Республиканский конкурс «Золотые правила нравственности» подошел к концу. Финал состоялся в Махачкале на трех площадках. За главный приз боролись более 30 команд из школ, СУЗов и ВУЗов региона. На последнем этапе участникам предстояло показать свои лучшие навыки в театрализованной постановке. Какие команды признаны самыми яркими и талантливыми, смотрите в следующем сюжете. Привет, девочки. Так давно не виделись. Привет, Вика. Чем занимаетесь? Я дурак привяжу. Я касс вышиваю. А ты, Исаак, почему отдыхаешь? Ой, да не нравятся мне эти ваши женские увлечения. Я хочу быть золотым кузнецом. Что? Эта история о том, как горянка из обычной простой семьи Кубаченко Монаба Магомедова стала известным народным художником по металлу. Монаба, я не слышала о вашем мастерстве. Я хотела бы учиться у вас. Не думала, что и другим девушкам понравится это нелегкое дело. Мне только в радость передать весь свой опыт другим мастерицам. Подумали, что будет довольно-таки неплохо рассказать именно о мастерстве. Тем более, это именно первая женщина золотого кузнец. И упомянуть как бы и, скажем так, мастерство ее, и различные возможности равенства, которые могут быть. И упомянуть то, что не только мужчины могут заниматься таким тяжелым делом, но и женщины так же. Тем более, у нас все девочки в команде. Мы подумали, это будет неплохо. История, культура и традиции, национальные костюмы, быт, горцевин, нравственное поведение. Все это красочно отобразили школьники и студенты в финале конкурса. Сделай добро, и оно добро к тебе вернется. Конечно же, выходя на сцену, перебивают волнение, так как тебя снимают много камер, смотрят много глаз. Но нам помогло то, что мы хорошо подготовились к этому. Хочу поблагодарить организаторов этого мероприятия. По главе с муфти Ахмад Хаджи, шейх Ахмад Абдулаева. Конечно, объединяет нас, всех школьников, вузов, и не только. Заключительный этап конкурса проходил на трех площадках. В Медколледже имени Башларова, в Дагестанском институте развития образования и в молодежном центре столицы. Работу конкурсантов оценивало компетентные жюри. Баллы суммировались из предыдущих этапов и выводилась общая оценка команде. Мы оценивали именно постановка, артистичность. И даже оценивали мы здесь регламент. Даже вот настолько были такие критики. Как, насколько смогли раскрыть эту тему и целостность композиции, целостность этого театра. Хочу выразить огромную благодарность еще раз. Мы в театре Республики Дагестан, Министерство по национальной политике, которое оказывает колоссальное влияние на воспитание, на приурачивание на сегодняшний день огромное количество подрастающего поколения. Всего в республиканском конкурсе приняли участие рекордное количество участников – более 30 тысяч человек. В финал прошли всего около 30 команд – из школьников, студентов средних и высших образовательных учреждений. Главным замыслом этого конкурса, конечно, является, чтобы ребята были более нравственны. А сейчас, тем более, в финале ребята представляли нам сценки, где вспоминали культуру и традиции народов Дагестана, вспоминали ремесла, которые были в Дагестане, показали нам сценки о достоинстве приобретения знаний, о хорошем отношении к родителям, о добрососедских отношениях. И первые два этапа мы с нами прошли по книге «Благонравие праведников», в котором многое есть из того, что ребята показали в финале. Итоги конкурса подвели в зале торжеств. Поздравить победителей и призеров пришли почетные гости – представители министерств и ведомств республики, а также советник Муфтия Дагестана Айна Гамзатова. Я хочу выразить огромную благодарность Министерству по делам национальности, Министерству образования, всем ректорам вузов, СУЗов и учебных заведений, которые сегодня участвовали в этом конкурсе, поддерживали, помогали, организовывали. И я думаю, что для воспитания молодежи он будет иметь огромное значение, потому что, на мой взгляд, был допущен большой вакуум именно в идеологической работе, в воспитательной работе в 2000-е годы и ранние, в 90-е. А сейчас успешно, вот благодаря такому совместному труду этих министерств, руководству республики и Муфтия Дагестана, сегодня такая идеологическая работа проводится. И я думаю, что в будущем мы получим благородных, патриотически настроенных и полезных для общества людей. По результатам всех этапов места распределились следующим образом. Среди вузов победителями стал коллектив из Дагестанского государственного университета, среди СУЗов – юридический колледж ЖДГУ, а среди школьников – команда из Муни Ботляхского района. Всем победителям вручили дипломы и сертификаты на сумму 100 тысяч рублей. На самом деле, из этого конкурса мы извлекли очень многое, очень. И он как-то повлиял на нас и психологически тоже. Мы очень рады занять первое место, это очень большая честь для нас. Но были моменты, когда очень сильно переживали, нервничали. Но в целом справились нормально, потому что... Мы были довольны результатами. Было много репетиций тоже, и мы старались. Хочу благодарить всех организаторов этого хорошего мероприятия. Еще хочу благодарить всех наших учителей за все. Помимо победителей наградили также и призеров. Команды, занявшие вторые и третьи места, получили сертификаты на сумму 50 и 25 тысяч рублей. Организатором ежегодного уже пятого республиканского конкурса «Золотые правила нравственности» выступил Муфтия Дагестана при поддержке Миннация и Минобра региона.